А что вы говорите? Да что у вас крылья, что вы читали? Хорошо бы, как и с вами Никитин прочитать. Ну, вот этим Гефсян, первую главу Гефсян. Я там читал, мы у нас в поезде поехали. Вначале. Да, вначале, отлично. Может, чуть подальше прочитать. Здесь костевар, здесь короче должен быть. Так, какая была первая? Первая к Гефсянам. Какой стих, а? Где-то с 3-3. Первый пролет мы прошли, самый первый там, 1-3 что ли? А потом уже дальше. То есть, как начинается? Тут 1-1, 1-2, 1-3. То есть, лично я его проводить, 4. К Гефсянам 1-2 стих. Так, как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Толкование блаженных факторов. Благослов, говорит, нас через Христа, равно, как и избрал через Него. То есть, через веру в Нему. Избрал прежде создания мира. Ибо Соделанное для нас предопределено от века. Не новое что-либо совершается, но приводится в исполнение, положенное из начала. А снова избрал указан и на божественное человеколюбие, и на добродетели их. Ибо Он избирает всех, которые будут достойны. Чтобы ты услыхал, что Он избрал, не сделался беспечным, как уже избранным. Он говорит, для того нас Бог избрал, чтобы мы были святыми и непорочными. Оставаясь верными той святости, которую Он даровал при крещении, и проводя жизнь добродетельно. Свят же тот, кто держится верой, а не порочен тот, кто безукоризнен в своей жизни. Святости же и непорочности Он требует непростой, но перед Ним. Много бывает святых перед людьми, каковы фарисеи, но не перед Богом. Это и Давид говорит по чистоте рук моих. По какой? Перед отчаянием его. Псалом 17, 25 стих. И Исаия также. Очиститесь, удалите злые деяния ваши от отчаяния. Исаия 1, 26 стих. Вот такое толкование. То есть очень интересно, да? А так как Он избрал нас из него, то есть во Христе, прежде создания мира. А тут удивление перестало. Это еще и в преимущественном совете. Да, он уже все. И почему? Я вспоминаю свою жизнь прошлую, да? Тут меня совесть обличала. То есть я не хотел бы их какое-то совершить, а она меня совесть обличает, и она меня удерживает. Например, там где-то какой-то лучше сказать. Я не могу их сразу краснеет, сразу как бы так в тупо спадаю. Но мне с одной стороны стыдно, потому что другие там урод спокоен. Из нормальных глазах говорят. А мне стыдно врать, и я от этого страдаю. И совесть обретает в то же время. Те, кто говорит, я их помажу. У жителей безбужденков. Хотя сам тоже таким живут в то время. И таких моментов много. У меня от Господца курили. У меня все курили родственники. Родственники, друзья, все курили. А я не курил. Я, конечно, глотал от этого, естественно, потому что главной компанией отходился. Но я не курил. У меня Господь сохранил. И так во многих отношениях. Где-то школа куда-то залазила. Какой-то говорит. Мне Господь тоже курица по шапке и говорит. А что это тогда получается? До сотворения мира? Да. Нас Господь избрал до сотворения мира еще. Но это Бог. Мы же Бога начинаем обраничивать. А как это все происходит? Я с одним разговаривал. Он протестант. Протестант одиночный. То есть никуда не ходит. Сам по себе. Я ему всегда вот такие вещи говорю. В избрании. Приезде. Вот это все написано. Он говорит. Как такое возможно? То есть он чисто по-человечески в носу и пытается это понять. А она не познается. Это верно понимается. Как Бог воплотился? Я говорю. Ты смотри. Ты веришь в то, что Бог воплотился? Через искусственное дело. Верю. Я говорю. А что ты в это не веришь? Почему? Мы же тоже это не понимаем. Как это все произошло? Верю понимаешь. Верю понимаешь. Мы еще если взять. Мы же ограничены во времени. То есть у нас. Нет времени. Да. Для нас. Он бога нет времени. То есть для него он вне времени. Поэтому. Я обнаружил. Он знает от начала до конца. Уже что будет. Уже что будет. У него есть и что будет. То есть мы это разделяли. Но у него вот это все. Да. Я там проповедника слышал. У него тоже. Даже музыка. Атеисты. Типа. Как так? Бог-то тот и тот может что-то сделать. И он будет объяснять. Бог-то вне вселенной. Вне вселенной. То есть. Это то же самое. Что говорит. Человек компьютер. А человек вне компьютера. И он этот компьютер сам создал. Или сам делает. То есть. Все эти операции. И так же. Бог создал. Всю жизнь на вселенной. И направляет. То есть. Он надо будет. Он изменяет. Свои же законы. Которые он заложил в вселенную. Которые он не открыты должны. Значит. Есть предначертания. Перед каждым человеком. Вот. Что это должно быть. У этого человека. Которых. Немного. Нет. Он не знает. То есть. Это уже как судьба такая. Которые. Здесь. Вот. Моя судьба такая. Есть у человека выбор. Просто Господь знает. Что человек выберет. Да. Конечно. Да. Конечный результат его жизни. Он знает. А у человека все равно. Заложен вот этот выбор. Есть. То есть. Он должен выбрать добро или зло. То есть. Дальше мы читаем вторую часть. Он говорит. Чтобы мы были святы. И непорочны перед ним. В любви. То есть. Вот святость. Непорочность. От нашего произволения зависит. То есть. Ты можешь и Богу готовиться доброе сделать. А можешь и зло сделать. От твоего произволения. За что и отвечать будешь. Вот. Вот это. Это. Почему. Он ходил перед Богом. Не стал его. То есть. Он все время понял. Что Бог. За все спросил. То есть. Там же. кто-то из детей. Скорее всего. Андрей. Выходи. Это дети. Они даются. Они даются. Они даются. Брат. Есть что добавить? Ну. Такой вопрос. Сейчас у всех. Что как раз. Существует. Он не снимает. У тебя Бога не получится уделить. В том плане. Ты думаешь. Он ждет. Что я буду так. А я вот так сделаю. Он уже знает. Наперед все это сделает. Это как Геннадий Тихонович. Рассказывал. Когда там. Опишу. Все. Что ты будешь делать. В этот день. Да. Он рассказывал. Через корточку. Он вылез. Он куда-то пошел. Другим путем. А тут. Как бы. Все это описывали. А в книге жизни. Так написано. Через корточку. Может быть. Да. Петр. Ну. У тебя тогда. Он советовал. В книге жизни. То есть это. Если по-человечески. Говорит. Это. С памяти. Божественно. То есть. Он либо нас. Вписывает. Либо вычеркивает. То есть. Помимо. Он тебя. Или не поделал. Как. Если. Не стал. Слышен. Вот это. Жить. Если так. Что документы. То есть. Он действует. В мире. Непосредственно. Дает. Одному шагу. Другому. Останавливает. Третьему. И все. И все. Партии. Словятся. Вот так. Как. Другой. В нас. Если. Все. Уже. Предопределено. В плане. Предведение. В плане. Предведение. В плане. Предведение. Известно. Бог знает. Известно. Бог знает. И он снова не помнит. Известно. Как закончится моя жизнь. И вот на время. Хочу идти ко Христу. Но. Что. Дойду ли я до него. Буду ли жить. Как. Хочу. Если есть правильные. Вы хотите сказать. Вот. И вот тут. Апостол Павел. Единственный вопрос. Который мне отвечает. Он говорит. А ты кто что споришь с Богом. Не горшечники. Лучше знать. И. Для чего употребить горшок. В своих словах. Говорят же. То есть. Этот момент. Мы останавливаем. Абсолютно. То есть. Апостол Павел. Кто закрутил это. Но можешь же успокоиться. Жени просто. Соблюдай все что положено. И все. Нет. Дело в том. Что это мы. Это он. Не знаю. То есть. Действительно. Богу известно. Кто спасется. А кто нет. У него. Подписаны. В книге жизни. Но с другой стороны. В других местах. Он говорит. Изглаживай. С книги жизни. Да. То есть. Все равно. Все равно. Зависит от свободной воли человека. Да. Куда ты это не делишь. Ну. Это известно. Известно. Это не по нашему делу. Надеюсь. Спасибо. Не по нашему делу. Но это не можем сюда вникать. Апостол Павел. Отрезал. Это слово. А ты. Говорит. Кто такой. Что строишь Бога. Не лучше. Давайте вместе. А прочитаешь? Ну. Вообще. Откровение. С первых глав там. О том. О том. Что. Что бы ты ни делал. В жизни. Причащаешься. Исповедуешься. Молишься. Лей. Все это. Не извиняющее. И кинал. Да. Изучащее. Во всем должно быть любовь. То есть. С любовью. Вот это. Мне кажется. Главный. Такой. Пьедестал. Можно так сказать. Потому что. Все. Вот. Все. Верие. Оно должно быть. От любви. Ну. С любовью. Все дела. Добрые. И. Реблоки. Все это. От чистого сердца. От чистого сердца. И во Христе. С любовью. Да. С любовью. Еще надо пояснять. Что такое любовь. Так просто. Все. Все с любовью. Да. Вот он. Любовь. Если просто. Ну. То есть. Любовь. Если исполнение закона. Вот это. Вот любовь. Ибо. Когда они еще не родились. Я не сделал ничего доброго. Или худого. Дабы изволение Божьего избрания происходило. Не от дел. Но от избравшего. Сказано было ей. Больше будет с прозвращением меньшего. Как и записанного. И. Якова я возлюбил. И. Якова я возлюбил. Якова я возлюбил. И. Все они еще в утробе матери. Бог уже одного возлюбил. И. Он из ненавидов. Почему? Он и будущее знает все. Знает как они будут. Один Бога любить не станет. А другой. Будет плотскими добродетельными. Вот и все. Он убил. Знает. Он же сам себя не будет. И. Он это как откровение делится со своими пророками. Со своими. С этим откровением. Один Бога. Что? Продежды нет. Да. Вообще. Вообще. На спасение. Почему? Но. Вообще. Все предопределено. Не предупредили. Так вы же не знаете. Спасенные. Не спасенные. Просто вы выберете. У тебя воли нету. Не можешь действовать. Ты не можешь. Действовать. Ты не можешь. Ты не можешь. А если. То есть. Предопределено. Ты сам себе волю преду. Да. Бог знает. Он знает, что ты выберешь, ты выберешь. То есть, ты сам выберешь, старайся. Делай хорошо или делай плохо? Он знает, что ты выберешь непосредственно. Он знает твой конец. Но выберешь-то не он выберет из-за тебя, а ты выберешь. Он-то знает, вот тебе нравится. Он знает, а мы тебя не знаем. Он знает, но он не определяет твое участь. Ну, по-моему, человек лучше всего не определяет, он его знает просто. Исходя из этого знания, он выстраивает, у него есть проект, план на все. Исходя же встанет. А он не лечится, не лечится, не лечится, он тут не лечится. Как там правильно? Он свободен будет, полный. Наша задача до конца. Что же сказать? Неужели не надо угодно? Да, споди. Павел, не могу это говорить. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. И Бог говорит Моисею, кому помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит ни от желающего, и ни от подвязающегося. Лишь ты, говоришь, желает, желает. Ничего подобного апостола Павел говорит. Но от Бога Милущего. Ибо Писание говорит фараонам, для того Само Я и поставил Тебя, чтобы показать на Тобую силу Мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Получается, он второго думал, и кто такой великий стал. Почему? А оказывается, Бог говорит, что он такой великий стал, имел такую власть только для того, чтобы на нем явилась слава Божия потом. Как бы он обрушил. То есть Гитлер, он был, да, единственным, загонным путем зашел в Пятистан. Сколько было покушений. Его никак не могли убить Гитлера. Он подумал, что он вообще не урезвимый. Он подумал, что его дела все его будут будут. А действительно, Господь его хранил, чтобы он выбрал миссию Бога определенную. Он ее выбрал после этого, соответственно, как он же беззаконник однозначный. Но Господь его, и он проиграл дальше, да, сам себя убил. Поэтому он говорит, допустим, одного, кто доносили язычники, Господь. Он говорит, скажи рабу моему, на Бухудоносову. На Бухудоносове язычник, на него был назван. То есть, но Господь его родом своим называет. Причем он исполняет волю Божию. Сам того не зная, по собственной гордости, гордыне сатанинской. Но он выполняет волю Божию, непосредственно обладывает еврейский народ в плен. Это воля Божия. Воля Божия сочетается с волей. И, соответственно, он выполняет. Потом Кир, помазник, Господь говорит, скажи помазникам Кир. Кир уже, потом уже Кирсидский царь побеждает Павелон, соответственно. И освобождает еврейский народ, дает ему право строить храм. Тоже Господь ему кладет это все на сердце. А это все язычники, которые не знают совершенно Бога. Итак, кого хочет мил, то его хочет ожесточать. И вот тут вопрос, соответственно, вы теперь задаете. И тут он как бы сам апостол-панк задает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют тогда? И вот кто противостанет воле ему? То есть если он меня определил, ну погибли, то что-то на меня обвинять. Я уже определил. И тут апостол-панк говорит. А ты кто человек, что споришь с Богом? И сделает, скажет, и сделает, что ему. Зачем ты ему так сделал? Невластный горшечник над гримой, чтобы с той же смеси сделать один сосуд. Для почетного употребления. А другой для низкого, допустим, враги есть у нас. Они такого нехучистого. Я хотел добавить, что человек сам себя сделает таким почетным употреблением. Ты сам себя так делаешь. То есть ты своим где-то неправда, где-то охлаждение, то есть против западе Божьего нарушаешь. Ты сам эти непочетные себя делаешь. И дальнейший Господь от тебя отступает. И все, и ты впадаешь в лучшие грехи. И это в плане Божьего. Это в плане Божьего. То есть вот как он говорил, что он был сам в таком стае. Но это же было в плане Божьего. То есть это был предусмотрен, что Божьим был быть сын погибель. Но то, что сын погибли, именем Иуда, и Иуда сам себя это избрал. То есть должности свободны, пожалуйста. То есть ты можешь быть противником Божьим, можешь быть... Ну, кстати, Пусто. Другом Божьим. Другом Божьим, Бог свободным, как он должен быть. Когда Пусто Фёдор покаялся не будет. Он мог покаяться и быть Апостолом. Но Бог как знать наперёд, он поэтому всё это предусмотрел. Всё это было в проекте. Он сам мог всё это написывать, что Божьего... А иначе был бы не Бог, если бы это не было в плане. Тогда он был не всемогущий, не всезнающий, не всеверующий. Тогда бы просто как Божок какой-то. А с Миневи... С Миневи уже, опять. Миневи он... Ну, я их углублю, а потом они взмолились, что все начали проститься. И он их нажил на время. Так же было? Да. Конечно же, это отложил. Но потом всё равно он их разом. Если вы не хотите разбирались, то всё, давайте, давай. Мы должны просто доверять Богу. Такие вопросы не ставить. Апостолом праве нас ограничил. То есть мы вот так сейчас рассмотрели, сказали правду. Как оно и есть на самом деле. Потому что вот так, если послушать, и нам батюшки ещё говорят, они начнут там, что нет, всё хорошо. Нет, мы знаем, что Бог всё знает на период. Бог знает, кто погибнет, кто с тобой. Но где мы будем, мы не знаем. Мы должны всё делать, чтобы там, где Господь, там, погибнет. Написано же, это так, что Бог пишет, а дал сыну свою дару, дабы всякий верующий в него не погиб, но он же верит. Соответственно, всякий, кто в нём поверит, будет иметь решение. И, конечно, своими, приятно поверит веру, если мы с вами. Вот Игорь Тихонович тоже повторяет, часто от него слышу. Я сначала слышу, но тут не понял, что он может упозять, чтобы попросить. Вот, Иоанн 16, глава 2000, грех, запятая, что не верует, ну, не знаю. То есть, ну, нет верующего, это, то есть, самый большой грех. Вот с этого всё начинается. От этого всё идёт. Это беззаконие идёт с этого. В нём заложены все грехи. Человек не верует во Христа, всё, в нём заложены все грехи. Он и Чикатило, он и Гитлера, и Сталина, и всё, всё в нём заложено. Просто одно не может реализоваться. То есть, пока тут ещё и закон, ну, представляете, да? Человек обычный ходит, а потом его срабатывает на фронт. Ему закон разрешает, то есть, открывает это окошко для убийства другого человека. Закон просто человек не придуманный. Всё он убивает. Соответственно, он до этого не был родным убийцем, был всегда убийцем. Он был всегда убийцем. Ему теперь будет всегда невозможность реализовать это убийство. А если у него не из-за этого, хоть ведь его окошко открывает, у него закон Божий на нём действует. Ему всё закрыто, он не может убить другого человека. Пример? Вот это хороший пример. То есть, вокруг ходят все неверующие, это все чикотелы, есть какие-то у них добродетели, как у любого животного, да? То есть, природного порядка. Такого. То есть, где-то Господь касался их, они отвлеклись на это, сделать добро. Да. То есть, опять же, в произволении наше. Мы только по Христе можем постоянно быть добрее, поставить их добрее. А человек неверующий только в тот момент, когда он сам в произволении своем появляется свежим. То есть, когда Господь его касается, что он добрый день. Он греха, он не может поставить добрый день. Поэтому, когда написано, там будут град, голланды, моры, темы трясения, войны. То есть, это не зависит, они будут. Это значит, как ты хочешь, не хочешь, а они будут. Все уже это разворяжено. Господь уже сказал, что будет передеть. По порядку это же расписано, потому что там война, соответственно, после этого расклепает там горло. Моры. Почему? Потому что группы, когда эти разлагаются, все, болезни тебе. Потом это все же разлагают. Вот тебе и море потом разлагают. То есть, море это болезнь. Да, то есть, расстреливайся без зараза, потом делать. Все, ну, по порядку, то есть, как цепочки ведет. Начали одно, пойдет другое. Поэтому мы были тут, чтобы отстранить, чтобы не было Тихлиста. Потому что там даже... Это безумие, ты идешь в проекты Божьего. Да. Болезнь против Антифрика никак невозможно. Вот ты уже сказал, как будет, наперед. Ты просто можешь быть в этом проекте, ты должен быть на стороне святых. Вот в чем только ты можешь. Твою задачу в этой истории быть на стороне святых. А не то, что ты ее можешь отменить. Как ты ее не отменишь? Господь уже сказал, как она будет. Это как раз говорит о том, что люди хотят здесь жить. Возьмут здесь. Да. Построить царство Божье возьмут. Всем, кто ожидают царя земного, который любит это все, построили царство Божье на земле. Там самая шутка, как вот совершение его денег и не принято Христа. Почему и не принято? Царство Божье не пища, а питье. Такие говорят, что они места утратили, что Людов почему совершил это, видать, ну что, разочарнулся в христе. Он должен все остыть бедать. Он первый, кстати, понял, что Христос не о царстве зимон. Он, может быть, даже один уровень был в других хвостах. Скорее всего, любым, если он хранил казно, вот допустим, все директора финансовые, они будут самовыми. Чего? Ему надо учитывать все, туда-сюда послужить. Я его здесь просчитал и понял, что он не обогатится, жить не к чему станет. А если не так, значит, это какой-то не тот человек. Помоги. Так как Вольд избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним и любви. В 5 стихе предопределил усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению в воле Своей толкования. Сказав избрал, дал понять, что он избрал нас как достойно за нашу добродетель. Но так как не от нашей только добродетель зависит спасение, то добавим в любви предопределив усыновить нас. То есть следствие своего человека любви возлюбить нас в трех определенных. Притом уверовать и прийти от нас зависит, хотя тоже по призванию Божьим. Но у достой пришедших усыновления это дело на любви и человек и посему он присоокупил, предопределив усыновение. Какое же это усыновение, которое к нему приводит труд наш и делает нас своими именами? И это также через Иисуса Христа. Ибо хотя Отец предопределил, но Христос привел нас, так как часть Сына все блага, а не через какую-нибудь гроба, то и честь славнее. Причем все будет. 138 псалмон. Вот и все. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю, когда я иду, когда я еще слуху, лет на языке мою, ты уже знаешь его, то есть прежде еще был на бене, был утробы, там, ты уже видел меня, то есть это все сурн спутит. Тут главное смирение, все, твори перед Богом. Кам бы плохо ни казалось, кам бы неплохо ни было в жизни, надо понимать, Бог всем управляет, и доверится Богу. То есть иди, делай добро своему своему. Я ничего рассчитываю. Поступай человеком так, как бы ты хотел, чтобы поступали с контактами. Можно, чтобы потишли с контактами. Они как-то хотели, чтобы поступали. А вот когда какие-то вопросы возникают спорные, вот ты не знаешь, или так поступить, или так поступить, вот в таких случаях как довериться Богу? Как понять себя на ответ? У меня были моменты такие. Я не отступал от Бога, пока Господь мне не даст направление. То есть молился Богу, да? Да, потому что конкретно уже вживую «Господи, помоги!» То есть я не знал, что сделать, билет закупленный мне такой нормальный был. Что делать? Звонок, иначе позвонил, чтобы был здесь через неделю. А я хотел в другое место ехать еще, помните, вот мне. А ты обещал все. Это у меня дали туда ехать, куда я хотел все-таки, куда решил. Или Влада вернулась. Все, смолился, все, я даже, как сказать, ноги направились, мысль тверда появилась, идти сдать билеты и возвращаться сюда и молотая все-таки. Я как-то Алексей Рустинов расположен, он еще расположен был, он постановился на эти, что бы у тебя ноги сами пошли? Ну, я понимаю, что ты, да. Твердое намерение на сердце планируешь. Да, то есть, не отступайте отбуду, пока господь, там не раз. А, ну, это, кажется, вот, самое вот так решение, ты не планировал, но раз, так, откуда оно двигалось, понимаешь? А есть же местописание, что-то человек, типа, предполагает, а Бог располагает. Что-то такое, есть местописание, там, только смысл по той же самой. Ну, проверяют тоже, подтвердят, молитые пивоц. А иногда вот эти, надо быстро принять решения, как бывает, что даже некогда подумать. Подоплаживать на Бога. Вот, мгновенная молитва Бога, просто соединиться на метаде. Ну, это нет этого быстрого. Но нет времени, пространства, Бог, всюду, везде. Это вопрос, господи, на тел, квои девушки, что идет первое. Да, да, все. А там тебе не предполагает. Есть написание, что, прежде их прошения, уже он знает, о чем будет просить. Не помню, от Матфея. Да, он же еще, здесь, знаешь, помнишь эту ситуацию, здесь подходит деяние апостола, когда апостол Павел, да, он в этой ягоде намеревался, молился, он же молился, он просто так, ходил туда-то пойти, в Господь, в препятствии по стаду, в святой пик не допустил, я. Пошел туда-то, тоже опять Бог Божий, в святой пик не допустил. Только потом уже, в идее, там. Смотря, если молить, не молить, и должен, он же ничего, как в хорисеях. Поэтому, вы не можете заметить, вот, ты практиковаешь, он решение разное принимает совершенно. Ну, то есть, вот, определенный раз, а потом резко можно применять направление. Да. И вот, даже, а в сайте, а в сайте, он хочет очень, все время устаканиться. То есть, он хочет, вот, определенный раз, по какой-то схеме, и все, ты только в ней. И от этого не можешь разбавиться. А если ты все время Духу Божий слушаешь, он-то, он тебе дает, как наиболее правильно, то, почему, почему, вот, человек попадает в эту обстановку, он все, у него паника, он привык, что в одной какой-то королеве, чтобы быть, и все, а тут его начинают... Расход, он ему не дает ответа, потому что ее нет. Страх, это лишение помощи от Расходка. То есть, ты не можешь, что-то не прочитать, у тебя страх из-за этого. Да, кто-то сказал, Соломоновича сказал. Истинный страх, это именно, когда ты, в голове, не знаешь, что там. Страх. Умных людей, если не умных, в этом часах, где-то. И хоть что там. Андрей, ты вещи, вытачиваешь, воспалываешь? Нет, ничего не показали. Пойдем. А что вы не рассказывали? Там, ну, вещи остались, и пустыли на это. А Николай, не там будет спать, что ли? Он же не видел. Как же Николай спит с ним? Сказали, вернуть маме. Пойдем. А, ну ладно. А так было, с Томом, в палатке, с Николай, что вы не знаете? Ну что, на сегодняшний, еще мне? Сейчас, а, ну это, они попрощали, же, они попрощали. Ну, не подойдут еще? Я хочу спринуть. С стихом здесь. Давай, шестой стих. Эфесянам, первый, вот шестой стих. В похвалу, слава, благодати своей, которую он облагодательствовал нас возлюбленным, возлюбленным душевым. Толкование. Потому, говорит, он предопределил нас к усыновлению, что желал, сильно желал, стремился, это ведь и есть благоволение, показать славу, благодати и благодеяния своему. Но разве ищет славы Бог? Нисколько. Божество ни в чем не имеет нужды, но желает прославления от нас, чтобы мы как можно более возлюбили его. Ибо тот, который изумляется оказанным ему благодеянием, будет стараться не оскорбить своего благодетеля. И чем более он помнит об этих благах, тем более он будет любить далшую их. Итак, в благоволении есть желание Божие главное, основа других желаний. Как, первое хотение Божия, чтобы никто не погиб, второе хотение, чтобы сделавшиеся злыми погибли, потому что он действительно не по необходимости наказан, но по изволению. Итак, в благоволении есть главное хотение Божия. Не сказал дарома, но о благодатствии. То есть, садил нас приятными и любезными. Подобно тому, как если бы кто, встретив какой-нибудь старца, покрытого язвами и изнаренного голода и безобразного, Бог сделало другим благообразным и юным, украсив его всяческими дарами. Так и Бог, найдя нас нравственно изуроданными и гнусными, явил нас приятными и прекрасными. И вас желает, сказано, царь красоты поей в Салону 44, 12. А благодатство лже возглюблено сыне, то есть через возглюблено свершенненько из Криста и только в нем только будучи частью его тела может быть возглюбленным отцом Бога, пребывая в исправности. Вот это очень сильно записано, что с одной стороны Господь хочет всем, чтобы все спасли, а с другой стороны Он хочет, чтобы те, кто пребывает в грехе погибли. Лучше Он знает, они не исправятся всегда. Знают их никому? Да. Бог знает, что они не исправятся, соответственно, кучи. Да? Зачем мы будем раздать не совершенном? Какие создания? Неужели они в таком тупике эти люди находятся? Как страшно. А за них себя? Как страшно. Если они будут хулить там, в будущем, Гения, и будут хулить Бога. Если бы их коснулось как-то, их какие-то обстоятельства сложились, раз человек не уверовал, не познал Господа. Вот я просто анализирую свою жизнь, ну вот сознательную жизнь, ты, в принципе, уже только сейчас человек пришел, я вообще не знала, ну вот вообще не знала, ничего не знала. Господь касается каждого человека. Без разницы там веру, веру, да, три раза Господь за жизнь касается. Я вместо счастливых вспомнил, но есть, это и Геннадий Фаст, пампторный своей гории, то есть за жизнь три раза касается человека, то есть каждого, каждого, а уже его не ворует. То есть ему будет, придет с благовестием, скажем, к этому человеку кто-то, который ему скажет о Христе. А примет он это или нет? Это уже знала бы душа, да? Два села. Что ожидает, как страшно, как страшно быть без Бога. Знала бы душа. Она бы, наоборот, конечно же, к Богу пошла, и как жалко, что он не будет. Нет, но это я так думал, ведь. сердце ожесточается, он не хочет идти к свету. Мы первые яны, что они, Евангелие от Яна, читаем, там написано, что они не будут к свету сегодня. Потому что человек злой. Людям нравится грешить. Людям нравится грешить. Они от света отмахиваются. сказали, как псалмарк. Сказал претензий 13-52-й, сказал безумие в сердце своем. То есть, безумие психически больное. Сказал безумие в сердце своем. То есть, Бога нет. То есть, они сами себе говорят, Бог есть, а он говорит, нет Бога. это претензий говорит овынам. То есть, опучил его дальше, да, то есть, потому что он делает грустных дел. Он говорит, если, говорит, из мертвых воскреснут, не поверят. Если, говорит, законы пророки не слушают, он тоже думал, что иди скажи, что тут человек ждет. Уйтишь с нас. Ничего как-то подобного. Почему он так хочет? Сбежавший из-за. Это выбор. А, любое . Сбежавший из-за. Сбежавший из-за. Нет, так и не посмотрели. Посмотреть это сколько же? Воду добрых богов. Самое главное, чтобы мы понимаете, жалвы, конечно, какие-то люди у нас должны быть, которые идут вопреки Бога. Но, с другой стороны, мы не должны настолько жалеть, что в этом уже начинает Бога вменящее сочувствовать не надо, потому что он не спас. Человек сам сам сам. Даже есть вот, когда египтяне поторули там, получается, начинается, и в Израиле мы не возвратили, что вот они там погибли. Господь и тут будет своих детей, что это его творение. Давайте. Хорошо. А кому еще надо кормить солодцы? Кто хочет, то мы можем сделать на тех. Конечно, конечно. Попередать не надо. И тут, я еще не могу сказать, что это кидло и желаем, но не имею. А вот, просто того, я бы хочу, то это же не уместить. А, ну, конечно. А, ну, конечно. Я первый сказал по-корму, так я принял. Возьем, в 7-е, и потом проведем. А, 6-е, и, а, 6-е, и, а, 6-е, и, а, 6-е. Все, что закончили, да? Не, у вас чай варить, это, короче, хлеба, пряники, взаимки, хлеба и воды. Я, по счету, печенье взял на муку из праха. Я спрашиваю, мне ничего, у меня просто. Компот наливали, в банку наливали. Так, все. Ясно. Компот стоит. Компот стоит, там, на кухне нету. На кухне нету. Если на кухне нету. А у нас есть в банке? Нет. Компот нету в банке, там. Если есть баклажки. А вот здесь, в хозяйстве, в хозяйстве, в банке. Конечно, мы, в банке, в банке, в банке, в банке, в банке. А зато, вы говорите, что-то купите. Конечно. Да не умеет, где-то, что-то купите. Есть, смотрите, бляники. Конечно. Я взялся. Сейчас, сейчас снимал. Бляники вот такой, с тем, что я уже не могу. Нет, как яドン. Нет, не давать. А? Не давать. Ты внутри взял? Да, можно. Измельчай. Вот, и хлеб, и у вас, вот, вот. Учаток, и утрачок. Но это какой-то пакет. Вот этих сейчас мы дадим. У нас пакети. В банк дамы. Немножечко, вот еще один день. В самочку утречения. И если одна палочка, что-то вы, отчастиете. Да. Только немного, не на нее. Вот еще, начать. Кстати, сейчас. Клейки взять. А, ты взял? Окей. Вот чай с пряником. Давайте. Много не надо. Субтитры сделал DimaTorzok